В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3, который в 80-е годы был флагманом советской военной авиации. Самолет предназначен для дальних полетов и до сих пор остается важной частью стратегической авиации РФ. С 2022 года ВСУ уничтожили два и повредили пять Ту-22М3. Аналитики отмечают, что его потеря является ощутимой для российской армии, поскольку производство самолета и комплектующих для него прекратились в середине 90-х. Модель нуждается в модернизации, поэтому российская армия очень редко использует этот тип бомбардировщиков. На модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить лишь до 30 самолетов. Именно эту цифру можно считать опорной, а уже от нее можно вычесть минимум две потерянные машины, а также часть поврежденных. Но в реальности значительно больше, потому что далеко не все российские Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии. Поэтому каждая потеря Ту-22М3 для РФ является более чем значительной, потому что новых самолетов не производится и все, что возможно, да и дать остатки от СССР. При этом даже замены этим самолетам, как и стратегической авиации в виде Ту-95МС и Ту-160, нет. Из публикации издания Defense Express. Кроме того, 14 августа ВСУ провели масштабную атаку беспилотниками. Ее целью стали объекты российской авиации. В результате налета были поражены аэродромы Халина, Саваслейка, Борисоглебск и Балтимор, которые находятся в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. В российских телеграм-каналах заявили об уничтожении истребителя МиГ-31К, который используют для запуска ракетки Нжал. Также со спутниковых снимков видны разрушенные ангары на аэродроме Борисоглебск и возгорание на авиабазе Саваслейка. Эксперты считают, что таким образом ВСУ удалось отодвинуть базирование российской авиации подальше от линии фронта. Крайняя атака, которая сейчас была, она была нанесена по аэродромам тактической авиации, перспективным аэродромам тактической авиации и по аэродрому Саваслейка, который является аэродромом, где базируются самолеты Ту-22М3. Что такое Саваслейка? Это филиал Липецкого четвертого центра подготовки авиационных летчиков, где происходит освоение и обучение на самолетах Су-57. Самолеты оттуда не взлетели, нет никаких подтверждений взлета. А если вот этот склад детонировал, а там за эти годы скопилась куча всякой техники, куча горячих смазывательных материалов, мы еще узнаем много подробностей по поводу этого поражения. За два с половиной года войны с Украиной российская авиация потеряла треть своих самолетов. К таким выводам приходят аналитики издания «Дефенс-24». По их данным, в начале 2022-го российский авиапарк составлял примерно 1200 самолетов. Сейчас РФ имеет около 850 бортов в боевом состоянии. Причинами уменьшения их количества, кроме боевых действий, аналитики называют устаревание и износ самолетов. Эксперты по авиации подчеркивают, что на способность Москвы модернизировать свою авиацию серьезно влияют западные санкции. Если в F-35 в году производится 150 машин, то от всех от Су-34 и Су-35 и производится 6-8 машин. Вот это такая небольшая разница. Если говорить о том, что происходит с дальней авиацией у россиян, они в 2022 году три самолета Ту-160 перебрали, сказали, сделают из них новую модернизацию. И на этом все, история про Ту-160 и модернизацию закончилась. А если говорить о их перспективном авиационном комплексе, как всегда пафосно, дальней авиации, посланец, то они все его переносят, переносят, переносят. Уже в результате перенесли его на больше, чем на 10 лет. Результата по-прежнему нет. Эскизный проект не утвержден. Напомню, что в январе 2024-го силы обороны Украины сообщали о сбитом самолете А-50 и повреждении командного пункта Ил-22. Как сообщил спикер военно-воздушных сил Юрий Игнат, Ил-22 смог совершить аварийную посадку в Анапе. Но, скорее всего, самолет не подлежит дальнейшему использованию. Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Financial Times заявил, что это повлияет на интенсивность российской авиации в Украине. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин